Продолжение следует... 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 Какие-то там оскорбления игроков друг друга, либо каких-то там претензий по работе судьи или еще чего-то. То есть был хороший матч. Был хороший матч. На сегодняшний день победил Никарс. Знаешь, на сегодняшний день он был сильнее. На сегодняшний день. А дальше плей-офф. Посмотрим. Ну, я скажу так. Уже на протяжении 5-6 лет матчей Раба-Никарс, независимо от того, в каком состоянии находится Раба, в каком состоянии находится Никарс, это такие топовые матчи. И практически во всех матчах решалось за счет одного-двух максимум голов. Практически во всех матчах. Сегодня, я считаю, Никарс был злее. Никарс был немножко злее, поэтому мы пропустили на один гол больше. В принципе, игра была, я считаю, равная. И игра была очень красивая. Хочется поблагодарить наших легионеров, ну и людей, которые их сюда привезли. Потому что они поднимают качество нашего футзала. И мы чувствуем, что мы действительно приближаемся к тому европейскому уровню, на котором играет большинство футболистов. Установка тренера. Просили и просили сыграть активно. Просили не проигрывать единоборств. Просили биться до последнего. При этом с холодной головой, скажем так. Установку тренера мы практически выполнили. Я считаю, что смена с нашими легионерами сыграла очень сильно. Вторая смена сыграла немного послабее. Но, в принципе, не хватило одного гола, поэтому нельзя сказать, что матч как-то сложился. Не так, как мы ждали, скажем так. Один гол, он всегда может быть забитым на родном месте. Ну, не считая последнего сезона, до этого легионеры были в Прабе, в Олимпе, ну лет, наверное, 5-6 назад. Когда играешь с такими игроками, ты учишься. Ты учишься, ты прогрессируешь, ты узнаешь новый финт, новые секреты этой игры. Поэтому легионеры, они в принципе нужны. Они приносят в чемпионат что-то новое. А если говорить конкретно про наших легионеров, я считаю, что они очень хорошего уровня. Я считаю, что они бы не затерялись в сильных европейских клубах. То же самое я хочу сказать и про легионеров Некарса. Ну, судя по последней неделе, по другим матчам Исма Некарса, Раба Некарса, ну, наверное, все почувствовали, что клубы примерно одного уровня. И игра может сложиться по-разному. Поэтому я считаю, что на первый клуб выйдет самоотдача, везение. Вот это, я думаю, будет основной составляющей успеха. А в футзал уже играть умеем. И мы, и Некарс, и Исма. Хотя, возможно, появится и четвертая команда, которая будет претендовать. Но если реально смотреть на вещи, то вот это, скорее всего, три клуба. Да, болельщикам огромное спасибо. Я помню недавнюю поездку в Испанию, когда трибуны забиты. Даже неважно, болеют за нас или за соперника. Это очень приятно. Я ощущаю, что кому-то интересно смотреть на тебя. Поэтому я хочу сказать действительно спасибо болельщикам, что вы ходите, что вы переживаете за свои команды, за этот вид спорта. И призываю вас ходить дальше. Спасибо большое. Спасибо.